МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске вы увидите. Губернатор Ненецкого округа и глава акционерного общества обсудили вопросы реализации мероприятий нацпроекта «Цифровая экономика в Ненецком округе». Речь шла о подключении к высокоскоростному интернету порядка ста соцобъектов Ненецкого округа. В регионе поддержат сельское хозяйство. На каких условиях начинающие фермеры и сельхозкооперативы могут претендовать на помощь из окружного бюджета? Губернаторская библиотека пополнилась новыми экземплярами шести книжных изданий. Презентация состоялась накануне в Ненецкой центральной библиотеке имени Алексея Пичкова в ходе встречи главы региона со студентами профессиональных образовательных учреждений. Шестой региональный массовый забег собрал жителей города в минувшее воскресенье. О том, как пасмурный осенний день стал ярким, расскажем подробнее. Губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский провел рабочую встречу с президентом акционерного общества «Эртелеком Холдинг» Андреем Кузяевым. Встреча прошла в Нарьинмаре. На ней обсуждались вопросы реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура нацпроекта цифровая экономика Российской Федерации на территории Ненецкого округа». Дочернее предприятие «Эртелеком Холдинга 5G Wi-Fi» признано победителем федерального конкурса по подключению к скоростному интернету социально значимых учреждений на территории Ненецкого округа. Средства в размере 138 миллионов рублей на подключение окружных соц. учреждений предоставлены Ненецкому округу из федерального бюджета по линии Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Компания «Эртелеком», которую вы представляете, выиграла федеральный конкурс на очень важное для нас мероприятие на обеспечение высокоскоростным интернетом наших социальных объектов в одаренных наших селах. Действительно, это то, что нам сегодня сильно ограничивает возможность ощущать современную комфортную жизнь. Ну и уверен, что ваша компания, которая является одним из лидеров сегодня на рынке, сможет это сделать достойным качеством. В ближайшее время в наших селах появится возможность пользоваться быстрым, качественным интернетом. В соответствии с контрактом, до конца 2021 года доступ к качественному и стабильному сигналу должны получить организации образования и здравоохранения, отделение полиции, посты пожарной охраны, избирательные комиссии и органы местного самоуправления Ниницкого автономного округа. Работы по контракту будут проводиться поэтапно. При этом техническим заданиям установлены требования к гарантированному и качественному доступу к сети интернет. Мы сегодня прилетели большой делегацией для того, чтобы обсудить начало работ. У нас уже первый этап должен быть сделан в этом году. Около 26% социальных объектов, социально значимых мы должны подключить. Также, очевидно, мы готовы обсуждать условия и возможности для подключения не только социально значимых объектов, но и жителей к высокоскоростному интернету. Потому что современная жизнь без цифровых технологий не существует. И очевидно, что программа, которую разработало государство, направлена на устранение цифрового неравенства не только для социально значимых объектов, но и для жителей отдаленных населенных пунктов. Задачу поставил президент. Я думаю, объединив усилия, мы должны справиться в срок качественно и вовремя. В завершении встречи Александр Цибульский и Андрей Кузяев обсудили дорожную карту по реализации проекта. Глава Ненинского округа заверил, что органы власти намерены оказывать содействие и создавать максимально благоприятные условия для работы компаний на территории региона. Напомню, окончание первого этапа работ запланировано на 31 октября текущего года. К этому моменту доступ к скоростному интернету должны получить 26% социальных учреждений региона. Окончание всех работ запланировано на 31 декабря 2021 года. В итоге 101 социальный объект региона будет обеспечен доступом к высокоскоростному интернету. Начинающие фермеры и сельхозкооперативы получат грантовую поддержку из бюджета округа. При поддержке Департамента экономики и финансов Ненинского округа профильное ведомство проводит конкурс по предоставлению грантов «Агростартап», в рамках которого фермерские хозяйства могут получить до 3 миллионов рублей, а члены сельскохозяйственных потребительских кооперативов до 4 миллионов. Предприниматель из поселка Красное Денис Васильев открыл свое дело два года назад. Молодой человек тогда решил, что построит теплицу и будет выращивать огурцы. Для этой цели он обратился в Центр поддержки предпринимательства Ненинского округа, чтобы воспользоваться грантовой поддержкой начинающим предпринимателям. Огурцы местного производства сразу стали пользоваться спросом. Свою продукцию Денис реализовывает через магазин колхоза «Харп» в планах строительства второй теплицы. Мы вот как раз хотим туда дальше вторую теплицу устанавливать. Пока это с материалом туговато. Сейчас материал будет, и на вторую теплицу уже как бы есть часть материала. А на основании подыщем материал. Несмотря на возможность получить грант снова, справляться Денис теперь намерен своими силами. Программы выдачи агрогрантов позволяют предпринимателям обзавестись хозяйством, выйти на новый уровень развития, сельскохозяйствования. На средства гранта можно приобрести животных, технику, земельные участки сельскохозяйственного назначения, а также построить складские помещения и подключить их к инженерным сетям. Для этого необходимо принять участие в конкурсе грантов «Агростартап». Есть целый порядок, который предусматривает, что нужно сделать. Это надо первое – подать заявление, написать план, как хотят развиваться, представить ряд документов и поучаствовать в конкурсе. Конкурс у нас, последний прием заявок – это 16 сентября. Преимущество отдается молочному производству, животноводству и овощеводству. Система бальная, то есть по каждой заявке будет рассматриваться комиссия, которую я возглавляю, кто что написал. Сначала по процедуре будет рассмотрено, допускать или не допускать, а потом на основании полученных баллов будет победитель. Максимальная сумма гранта – 3 миллиона рублей. При этом финансовую поддержку можно получить, если крестьянско-фермерское хозяйство имеет 10% собственных средств от суммы гранта. Обязуется трудоустроить одного или двух работников. Планирует использовать средства гранта за полтора года и работать на рынке труда не менее пяти лет. Конкурс проводится при поддержке Департамента экономики и финансов региона. А за необходимой помощью можно обратиться в Центр поддержки предпринимательства Ниньского округа. На сегодняшний момент желающие уже есть. Пока заявок мы не принимали, еще не поступило. Но в Центр развития бизнеса есть так называемый Центр компетенции, где человек рассказывает и объясняет, как правильно составить заявку, для того, чтобы она, ну скажем так, была принята, рассмотрена и люди победили. Очень хотелось бы, чтобы фермеры, которые занимаются этим вопросом, так сказать, поучаствовали, выиграли и продолжали свое развитие. Глава региона Александр Цибульский обратил особое внимание организаторов конкурса на необходимость привлечения к участию в нем и представителей коренных малочисленных народов Севера. В частности, представителей семейно-родовых общин, которые являются некоммерческими организациями и в силу своего правового статуса не могут принять участие в агро-стартапе. Есть возможность, допустим, семейно-родовые общины, которые есть, если они стали уверены на ноги и они чувствуют, что они могут, в принципе, уже изменить организационно-правовую форму и семейно-родовые общины, стать крестьянско-фермерским хозяйством, то, в принципе, они вот для этого агро-стартапа, они очень подходят. Если уже руководители семейно-родовых общин созрели для этого и готовы принять решение стать крестьянско-фермерским хозяйством и получить агро-стартап, то есть получить до трех миллионов средства. Семейно-родовые общины сегодня не просто занимаются производством. В основном это те, кто продолжает дело своих предков. Сейчас им, по словам Валентины Сганич, не хватает юридических знаний. Как только они выходят из зоны комфортности своего, то внешние вопросы, которые накладывают сегодня условия хозяйствования и требования для этих семейно-родовых общин, для руководителей семейно-членов семейно-родовых общин, это ведение маркетинга, менеджмента. Ну вот таких, может быть, знаний недостаточно. Может быть, это нужно, чтобы какие-то другие структуры этим занимались. Тем не менее, семейно-родовые общины тоже смогут принять участие в конкурсе грантов в октябре этого года. Прием заявок стартует 30 сентября и будет направлен на обеспечение деятельности коренных малочисленных народов Севера. Александра Литкова, Владислав Ткачев, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Губернаторская библиотека пополнилась новыми экземплярами книжных изданий. Глава региона Александр Цибульский передал 6 книг в библиотечный фонд в рамках проекта «Губернаторская библиотека». Презентация произведений русской и зарубежной литературы состоялась накануне в Ненецкой центральной библиотеке имени Алексея Пичкова в ходе встречи главы региона со студентами профессиональных образовательных учреждений, а также представителями сферы образования и библиотечного дела. Проект «Губернаторская библиотека» реализуется в округе уже два года. Его цель – приобщить молодежь к лучшим образцам мировой, отечественной и региональной литературы. В комплект «Губернаторской библиотеки» уже вошли 16 изданий. Шесть из них – это литература по краеведению и произведения местных авторов. Книги представлены во всех библиотеках и образовательных учреждениях региона. Это уникальный культурно-просветительский проект, направленный прежде всего на приобщение представителей молодого поколения Ненецкого автономного округа к лучшим образцам отечественной, зарубежной и региональной литературы. На презентации нового пополнения Александр Цибульский дал краткую аннотацию книжных изданий. Честно скажу, я о Николае Втором, прочитав эту книгу, совершенно изменил своё мнение. То есть увидел его с другой стороны. Глава региона считает, что книги читать необходимо. Если вы не хотите оказаться на обочине нашего социума и потом обижаться на весь мир, почему у вас ничего не получается и ваш мозг не работает, вы можете не читать. Но уже учёными доказано, что чтение – это единственная активность человека, которая заставляет наш мозг думать и включает воображение. А на вопросы зала, как заставить себя отложить телефон и взять в руки книгу, ответил. Чтите в соцсетях и играйте в видеоигры. Но вы должны тогда, потом, когда вам будет 35 и 40, не обижаться, почему у одних есть всё, а у вас нет ничего. Потому что вы будете неспособны мыслить, потому что ваш мозг деградирует, потому что вы будете способны только сидеть в соцсетях и только играть в компьютерные игры. А те, кто читал книги, будут управлять вами. Поэтому это ваш выбор. Я здесь что вам посоветую. В комплект губернаторской библиотеки с 2019 года войдут ещё пять книг, отобранных Советом Приненецкой центральной библиотеки имени Алексея Пичкова. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Глава региона провёл заседание Управляющего совета по организации проектной деятельности на территории субъекта. В частности, были утверждены новые редакции паспортов региональных проектов, которые входят в состав национальных. Один из них направлен на развитие малого и среднего бизнеса в регионе, поддержку индивидуальной предпринимательской инициативы. Курирует проект Департамент финансов и экономики Неницкого округа. Его руководитель Татьяна Лагвиненко сообщила об увеличении доли федерального софинансирования на реализацию мероприятий популяризации предпринимательства в округе почти в два раза. С учётом окружных средств, финансирование проекта в текущем году составит в целом 920 тысяч рублей. В рамках проекта организовано у нас наставничество для начинающих предпринимателей. С сентября по декабрь будет проведена информационная кампания по продвижению образа предпринимателя, мотивации предпринимательской деятельности. В настоящее время у нас разработан план информационной кампании. Материалы уже первые размещены. В окружных средствах массовых информаций, например, выезд к ООО «Заполярный олень» и ИП «Янчев», которые совместно делают проект наставничество. Во втором проекте улучшения условий проведения предпринимательской деятельности исключены мероприятия по разработке программного обеспечения для получения услуг предпринимателями в связи с тем, что возможность подачи в электронном виде будет организована централизованно Минэкономразвитие. Один из значимых показателей регионального проекта, осуществляемого в рамках национального, это снижение налоговых ставок при применении упрощённой системы налогообложения. По инициативе вашей данный закон разработан и принят в июне этого года, и с января 2020 года он вступает в СЕУ. Также в рамках данного проекта в Минэкономразвитие направлены предложения по снижению налоговой нагрузки на предпринимателей, в частности, предпринимателей действующих в районах Крайнего Севера, предложения по исключению налогооблагаемой базы страховых взносов выплачены в качестве гарантии. Из предложений поддерживаемый Минэкономразвитие и Минвостокразвитие на сентябрь запланировано рассмотрение данных, обсуждение данных предложений в правительстве Российской Федерации. В рамках проектного совета глава Департамента финансов также представила предварительный мониторинг реализации на территории региона 47 региональных проектов, реализуемых в рамках 11 национальных. В данный момент 19 региональных проектов реализуются с предоставлением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Общее финансирование региональных проектов на срок до 2024 года составляет 24,5 миллиарда рублей, из которых федеральная составляющая равна 7,8 миллиардов рублей или 32%. Минувшие выходные, несмотря на пасмурную погоду, для многих горожан стали яркими. В шестой раз активные спортивные жители Заполярной столицы собрались вместе, чтобы принять участие в осеннем забеге по улицам города и преодолеть двухкилометровую дистанцию. Почему в этой спортивной акции с каждым годом принимает участие все большее количество спортсменов и любителей бега, узнала наша съемочная группа. Не каждый день на улицах города увидишь такое количество счастливых людей, перемазанных красками. Здесь и дети, и взрослые, люди разных профессий и возрастов. Но есть у них одно общее. Все они участники регионального массового забега. Один из постоянных участников – 11-летний Василий. Каждый сентябрь он ждет с нетерпением, чтобы стать частью очередного спортивного праздника. Скажите, первый раз участвуешь на беге? Нет, я участвую с 2015 года. Каждый год? Вот это уже пятый год? Да. Ничего себе. И как у тебя впечатления? Ждешь ли ты это мероприятие? Стремишься ли ты сюда прийти? Я не пропускаю, мне хочется сюда прийти, потому что я получаю тут позитив. Компаниями друзей или целыми семьями жители города тянутся к месту проведения мероприятия, чтобы зарядиться энергией, проверить свои силы, весело и ярко провести время. А иначе здесь просто не получится. Я тебе верю. Выступление танцевальных коллективов, разминка с лучшими фитнес-тренерами, конкурсы, подарки. Все это мог получить каждый, кто в воскресное утро встал пораньше и присоединился к забегу. Очень нравится. Я прям такой треналифт получаю. Каждый раз говорю себе, если пробегу без остановок, значит могу в этом году не худеть. Я пробежала без остановок, могу не худеть. Вот так вот. Отлично. Очень отличное впечатление. Огромное спасибо молодежной политике. Вот такие движения мне нравятся. Особенно я люблю, когда дети. Я всегда стараюсь побольше собрать народу. В том году мы тоже большие, большой бригадой были. Спасибо огромное. Почаще, побольше. Как отмечают сами организаторы, специальной подготовки участникам не требуется. Ведь главный девиз мероприятия – бежим не на скорость, а в удовольствие. Именно поэтому молодые мамы с колясками здесь совсем не зрители, а самые настоящие бегуны. Самому юному участнику оказалось чуть больше года, ну а самому взрослому – 62, что достойно уважения. Не осталось без медалей и самая многочисленная семья-участница, которая почти в полном составе, а это 5 человек, выбрала не домашний комфорт около телевизора, а утреннюю пробежку. Вы у нас получаете замечательный комплект золотых медалей с логотипом нашего забега и наших спонсоров. Давайте поаплодируем и обязательно ждем вас в следующем году на это мероприятие. Екатерина Дементьева, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». Совсем скоро Ненецкий округ отметит 90-летний юбилей. Клуб созвездия поселка Искателей подготовил для жителей округа ряд мероприятий к этой знаменательной дате. 14 сентября в сквере геологов в поселке Искателей пройдет традиционное посвящение учащихся Ростнефть-класса в нефтянике. В этот же день вечером на площади поселка пройдет шоу-программа «Регион 83». Жители и гостей ждут тематические площадки и конкурсы, памятные призы и еще много интересного. Весной этого года у нас уже был опыт проведения молодежного мероприятия, но сейчас его масштабы выросли. Теперь помимо зажигательных танцев и светов от диджеев, ребят ждут конкурсы, интерактивы и тематические площадки. Мы подготовили обширную развлекательную программу и ждем каждого молодого жителя нашего округа. Также Дом культуры приглашает желающих на пешие экскурсии, где можно познакомиться с историей поселка. 13 сентября в 15 и в 17 часов клуб «Созвездие поселка Искателей» приглашает всех желающих жителей нашего округа принять участие в пеших экскурсиях по поселку Искателей. Ее участники смогут познакомиться с историей развития поселка и региона в целом, узнать, какие есть достопримечательности в нашем поселке. Записаться на экскурсию можно по телефону 476-91. Кроме того, клуб «Созвездие» проводит конкурс рисунков «Округ глазами детей». Его участниками могут стать жители региона от 5 до 17 лет. Конкурс проводится по пяти номинациям, работы принимаются до 16 сентября с приложенной анкетой-заявкой. Техника исполнения рисунков любая. И в завершении выпуска. «Краса НАО» – так называется новый интернет-конкурс, стартовавший в преддверии праздничных мероприятий, посвященных 90-летнему юбилею Ненецкого автономного округа. В конкурсе принимают участие 19 представительниц прекрасной половины человечества из Ненецкого округа. Среди них конкурсантки из города Нарьенмара и поселка Искателей, Пеши, Омы, Нельминоса, Красного и Амдормы. Помимо внешних качеств оценивается и жизненная позиция участниц конкурса и их нравственные качества. Проголосовать за понравившуюся конкурсантку можно на официальном сайте Дворца культуры Арктика. Итоги конкурса будут подведены 15 сентября в основной день праздничных юбилейных мероприятий. В 15 часов на площади Маратсей пройдет церемония награждения. Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север ВКонтакте». Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска прогноза погоды – компания «Ямагучи». Редактор субтитров А.Семкин